Спектакль о нелюбви к солнцу русской поэзии и возможности его спасения показали на малой сцене драматического театра. Там прошла премьера спектакля «Спасти камер юнкера Пушкина». Подробности у Анны Тютюник. Атрибутика советских времен и повсюду Пушкин. Из-за него у главного героя новой постановки с самого раннего детства одни неприятности. Ну что, Питунин, в следующий раз будешь, как все Пушкина слушают? Михаил Питунин – человек не очень удавшейся судьбы. Да и он не особо старается что-то делать для ее изменений. Изначально пьеса – моноспектакль. Но режиссер решил добавить персонажей. Это да, это, наверное, был очень классный вызов. Обилие такой текста. На мою память у меня редко такое бывало. Но бывало. Это, наверное, самый большой объем текстовой. Но тут, в данном случае, режиссер пошел на уступки, что сделал это не моноспектаклем, а все-таки ребят разделил. И это очень такое хорошее подспорье получилось. Сам поэт спектакля – не просто образ, а реальный персонаж, который живет обычной жизнью. Он играет на гитаре, а в одной из сцен даже оказывается в постели с главным героем – его девушкой. Над этой ролью актеру пришлось много работать. Приходилось же читать дополнительную информацию, например, биографию почитать более углубленно. Опять же, там существуют всякие споры насчет тех или иных фактов исторических. Мы поэтому немножко все-таки делали такого персонажа, который находится в голове главного героя. То есть такой Пушкин, каким он его себе представляет. В спектакле воспоминания героя органично переплетаются с историческими зарисовками. Пьеса Михаила Хефица стала основой постановки. Режиссер дал небольшую свободу актерам и предложил сочинить спектакль совместно. Но прежде было создано пространство. Приехали. Опять Пушкин. А я думал, все, с ним покончено, что он навсегда остался в детском саду. А вот он, мой голос. Дальше уже вот в этом пространстве, которое мы придумали, уже сочинить некую жизнь. Как Питунин это вспоминает, какие образы у него в голове возникают, кто какой текст скажет и так далее. Это уже мы вот сочиняли совместно. На протяжении всей постановки судьба главного героя и Пушкина связана воедино. И если вначале герой яростно его ненавидит, то в конце проникается к нему сочувствием и пытается спасти наше все. Вот и странная штука. Ведь не любили мы Пушкина. Сколько горя из-за него приняли. А все равно обидно было за него. За Пушкина. Получается, он вроде как наш. Спектакль «Спасти камер юнкера Пушкина» показал, что творчество поэта до сих пор актуально. И удивительным образом влияет на современную жизнь. Анна Тютюник, Валерий Тогушев. Для выпуска новостей.